Приветствую вас! Давайте мы начнем с того, пожалуй, для чего вы написали свои знаки зряк. То есть для психологии не имеет значения овен вы или муж ваш козерог. Помимо только некоторых совпадающих сфер личности, которые могут быть сопоставимы с знаком зодиака или нет. Значит, только у вас брак 10 лет, это здорово, безусловно, но этого мало. Но для информации о вас, для анализа отношений, мало. Просто знать, что вашему браку 10 лет. Нужна здесь скорее не информация о том, что вашему браку 10 лет. Информация о том, как вы вообще жили, как вы устраивали отношения, как вы встречались, какая позиция была у вас по отношению к мужу. Какая позиция была у мужа по отношению к вам, как вы познакомились с ним, что между вами общего и так далее. То есть вот ситуация, она здесь именно такая. Именно такая ситуация. И можно говорить о том, что вот у вас двое детей, ну, опять же, никакого света и ясности не проливает на то, что у вас сейчас происходит. Ну, разве что, если бы вы рассказали о том, какие это дети, во-первых, то есть это девочки, мальчики, мальчик-девочка, вот. И как ваш муж относится к детям, да, это вот можно было бы, конечно, увязать с проблемой вашей. Далее, вы пишите, во всем всегда вместе я была счастлива. Здесь непонятно. Насколько ваше счастье увязывается вами, значит, с тем, что вы всегда вместе? Можно ли нас сказать, можно ли предположить, что вы зависимы от мужа? Не в плане финансового, а именно в плане эмоционального. То есть вы ставите себя как бы ниже его. Ну, вообще просто. Не связано ли это с вашей потребностью эмоциональной? Ну, как бы, ставить мужчину выше себя. Да? Может быть, вы считаете, что мужчина должен быть выше женщины и занимать ведущую роль в отношениях. Может быть, вы не можете по-другому. То есть вы бы хотели быть так в теории, но на практике у вас этого не получается на самом деле. То есть вы бы хотели, но не можете. То есть с этим тоже нужно разбираться. Как связано ваше счастье с тем, что вы всегда во всем вместе? Вот это, с точки зрения психологии, это проявление механизма слияния, проявление психотического поведения, возможно, замещение. Я бы даже сказал, что трансференция может быть, ну, это вот такой психоаналитический термин, обозначающий превознесение, да, превознесение кого-либо. Вот. Как правило, это проекция с родителей. То есть, например, ребенок не может идеализировать родителей, и он идеализирует кого-то другого другого. Вот. То есть это вот может быть так. Потому что, да, и проблема личной границы. Ну, то есть вот пока высвечивается. То есть вы своему мужу не показывали, где вообще границы. То есть, как бы, где вы, где он, где ваш, где его, ну, хотя бы немного. То есть что приемлемо по отношению к вам, что неприемлемо по отношению к вам. Вот. И вполне вероятно, что при взаимодействии с мужчиной, при вот контакте с ним, у него выработалось восприятие вас, как недостаточно самобытной личности. И, возможно, он перестал смотреть на вас, как на женщину, именно из-за того, что вы растворились в нем. Или стремитесь к растворению в нем. То есть я этого, конечно, не знаю. Вот. Но исходя из того, что вы написали, да, исходя из того, что вы представили, я полагаю, что вполне можно предположить. Потому что, ну, пока у мужчины дела были не очень хорошо, он нуждался в том, чтобы вы были такой. Он нуждался в этом. Когда у мужчины пошли дела в гору, и он стал выше, он почувствовал свое превосходство, ваша растворенность в нем сыграла против вас злую шутку в том плане, что мужчина, почувствовав, что превосходит вас, и почувствовав принятие вот его превосходства, но при этом не видя в вас самобытной женщины, начал пытаться вас подавлять и вообще еще больше обесценивать. То есть процесс обесценивания, который раньше тормозился тем, что у мужчины была нужда по отношению к вам. Ну, какая это нужда, да? Может быть, потребность в том, чтобы вы были рядом, потребность на вас полагаться и так далее. То сейчас ему это не нужно. Ему перестало это быть нужно. И он начал, значит, вас увлекать и так далее. Здесь только установление личных границ, значит, демонстрация мужчине того, что вам неприятно, того, что для вас неприемлемо. Демонстрация этого и, в общем-то, своя четкая стратегия поведения направлена в том числе и на то, чтобы вы были счастливы сами по себе, не нуждались в нем. Ну, по крайней мере, не нуждались для того, чтобы быть счастливым. Потому что если вы его любите, то, наверное, вам хочется, чтобы он был счастлив. И если мужчина, как вы видите, счастлив от того, что принижает вас, то, соответственно, вы отдаляетесь. То есть вы не позволяете себя принижать. Вы можете позволить ему все, да? Пропадать на работе, продавать автомобиль, потому что, в конце концов, опять же, непонятно, чья это была собственность, имели он право его продавать. Вот. Но, тем не менее. То есть, стратегия такая. Мужчина может сделать все, что хочет, но за вами выбор ответного поведения. Далее, вы пишете, он сильно изменился. А изменился как? То есть, понимаете, вот изменения, они могут быть разными. Изменения, они могут быть самыми разными. Каким он был, каким он стал. То, что он вас начал упрекать и в самостоятельности, да, что бесит его, того, что вас хвалят, это, с одной стороны, его неуверенность, которая неуверенность по отношению к вам, потому что вы раньше были наравне с ним, а он воспринимал вас как ниже себя. Я, вероятно, всегда считал, что он более достойный, чем вы, ну или просто, что женщину не должны хвалить, и она должна быть ниже своего мужчины. А сейчас, когда у него все пошло в гору, он ожидал того, что вы вообще будете никем, а он будет со мной, чем это действительно то место, которое либо должен занимать он по отношению к вам, то есть такой индивидуальный личностный аспект восприятия. Либо это его отношение вообще к представителям гендера. Тут, конечно, тоже непонятно. Значит, начал скрывать свой доход, но это, опять же, желание обособленности, желание какого-то отдаления, отстранения, отсутствия восприятия вас как ценности в себе, да, и, к сожалению, это свидетельство некого-некого такого потребительского поведения по отношению к вам. То, что он не купил вам новый автомобиль, как обещал и продал старый, это говорит о его желании воспринимать, чтобы вы просто были, ну, придатком, да, то есть, занимали определенную роль в его жизни. Потому что так ему всегда хотелось, но у него есть какие-то обиды на вас за то, что вы были равны ему, но эти обиды, как правило, обиды на вас, это проекция обид на родителей. То есть, до поры до времени он это скрывал, а сейчас у него появилась возможность это реализовать, то есть, он как бы себе позволил это, наконец, реализовать, то есть, у него появились необходимые условия для этого, и он раскрылся вот с такой стороны. Ну, и ваше поведение тоже, естественно, сыграло на руку ему. А что он хочет, чтобы я полностью от него зависела, для чего? Вот для чего ему нужно, чтобы я от него зависела? Если вы знаете, что он хочет, то, соответственно, наверное, вы можете у него спросить, почему он этого хочет, зачем? Но, как правило, это означает, значит, что мужчина стремится к тому, чтобы вы были полностью в его подчинении, дабы это не несло ему какую-либо угрозу. Вот у него есть желание воспринимать, чтобы самоутвердиться самому. Вопрос в том, для чего это ему нужно. На этот вопрос, к сожалению, ответить нельзя, однозначно, но по опыту могу сказать, что такие вот мужчины, такие люди, которые злятся, принижают, это люди, обиженные на своих родителей, это люди, обиженные на самих себя, это люди, которые невротики, то есть, ваш мужчина невротик, он подавлял свои желания очень долго, вот, и то, что он делает сейчас, это называется, таким, таким, не очень хорошим словом, анально-агрессивное поведение, то есть, поведение, преследующая цель портит все вокруг, ну, или вот, в частности, по отношению к вас. И это такая типичная реакция мужчины, ну, вообще, человек, который почувствовал себя в безопасности с тем, кто ему очень близок. И это модель поведения, к сожалению, только из детства. То есть, грубо говоря, у мужчины не реализована потребность в защите, он постоянно от чего-то защищается, он постоянно чувствует угрозу. В чем, как, почему, это вопрос такой, более детальный. Вот. Он стал пропадать на работе. Опять же, почему он стал пропадать на работе? Да, то есть, чем это обусловлено, не очень понятно. Мы стали очень ругаться. Из-за чего? Почему вы стали очень сильно ругаться, Елена? То есть, что именно вам, Медведь, понимаете? Не нужно говорить, мы стали ругаться. Нужно говорить, я, я стал ругаться. Как вы говорите, что я очень сильно стал ревноваться. Почему вы стали ревноваться? Почему вы испытываете такое чувство? Это, опять же, проявление психотического поведения, что вы боитесь быть брошены, боитесь остаться одной. Но, с другой стороны, а что это поведение адекватное? Мужчина. Что вы его ревнуете. Ну, даже если у него появилась другая, то это хорошо, потому что, ну, с вашей позиции. Потому что, то, как он себя ведет с вами сейчас, на данный момент, это просто, ну, неприемлемо абсолютно. Другое дело, другое дело, что если вы готовы принять это все, то, опять же, вы ругаетесь, вы ругаетесь за Елена, значит, вам что-то не нравится. И вы ревнуете. То есть, вы не боитесь его потерять. Это конфликт. И этот конфликт, то, с одной стороны, вы понимаете, что так нельзя с вами, а с другой стороны, вы нуждаетесь в мужчине, нужно разрешить. Потому что, то, что вы понимаете, что с вами так нельзя, это конструктивно, а то, что вы его ревнуете и боитесь потерять, это деструктивно. Потому что это и есть ваша зависимость. Но боитесь вы его потерять, почему? Потому что боитесь от вас одна. А одна от нас боитесь, почему? Потому что не принимаете себя, а себя не принимаете, почему? Потому что, опять же, у вас есть представление о себе, где вы какие-то черты в себе отрицаются. И это то же самое, что и у мужа есть то же самое. Поэтому, возможно, вы и вместе, что вы оба отрицаете друг у друга, у каждого. Вы и каждый в себе что-то отрицаете и ведете себя так, невротически. И поэтому вы сожлись вместе, скорее всего. Но муж компенсирует это так, а вы компенсируете это по-другому. И поэтому можно сказать, что если у вас и были чувства, до тех пор, пока ваше взаимодействие было гармонично, у мужчины что-то поменялось и все. И ваш союз тут же расстался. Что говорит о том, что чувств искренних там не очень было много. Что говорит о том, что с мужем, со своим эмоционально близки вы, скорее всего, не были. И это, опять же, правильно, логично. Потому что вы не принимаете себя до конца. Сперва нужно перестать ревновать. Сперва нужно понять, почему вы ревнуетесь. Сперва нужно понять, что страшного, если у него кто-то появился с таким отношением к вам. И как нужно сделать так, чтобы у него никого не было. То есть, как можно сделать так, чтобы он вновь обратил на вас внимание. Ревновать – это пусть никуда. Ну, вы ревнуете. А что, если вы по-прежнему ведете себя так же, то вы не даете ему почувствовать себя мужчиной. Вопрос в том, готовы ли вы дать ему почувствовать себя мужчиной, и для этого быть той женщиной, которая ему нужна, готовы ли вы без ущерба для себя ею быть. Если да, то это ваш выбор. Но нужно определить, какой. Это можно определить в результате индивидуальной работы. С вами. Дальше. Он говорит, что я ему завидую, что он намного больше зарабатывает. прилагая намного меньше усилий. Это типичное такое поведение агрессивного анального типа. Это вот так работает. Это работает именно так. И я полагаю, что, к сожалению, у мужчины это было всегда. У вас же, я полагаю, есть просто потребность в любви. То есть у вас есть потребность в любви и потребность внимания. Да, вот как вы говорите, что мне не хватает его потребности, и не хватает его внимания и любви. То есть у вас оральный. У вас оральный тип. Оральный тип победителя. Вы можете это почитать, в интернете это есть. Вот. Ну, мы найдем до этого. То есть мужчина говорит, что он завидует. Значит, это правильно. В действительности он завидовал вам. Всегда. И теперь просто самоутверждается за ваш счет. Путем принижения. Значит, но это не так. Как можно завидовать собственному мужу? Если вы оправдываетесь и занимаете роль такого, знаете, ребенка. Адаптивный ребенок. Ну, адаптивный, я бы сказал, со знаком минус. Хотя такое эго состояние, как адаптивный ребенок, считается состоянием позитивным в целом. Тем не менее, важный случай, мне кажется, можно назвать это именно так. Адаптивный ребенок со знаком минус. Потому что вы говорите с мужем с позиции взрослого. Но в действительности вы оправдываетесь. А он говорит с вами с позиции родителей. С позиции родителей. И поэтому вы друг друга не слышите. В транзакционном анализе, в анализе взаимодействия это называются перекрестные транзакции. То есть, когда один человек находится в одном эго состоянии, другой человек находится в другом эго состоянии. Например, родители взрослые. И родители обращаются ко взрослому. А взрослый обращается к человеку к его состоянию взрослого. А в этом человеке, то есть в вашем муже, этого состояния нет. Он не ведет себя как взрослый. Ты знаешь, он ведет себя как взрослый, когда работает. Но когда он не работает, он ведет себя либо как ребенок, либо как взрослый. И этот взрослый, и отпустили бы как ребенок, либо как родитель. Это родители, скорее всего, его родители. Либо сценарий, либо анти-сценарий, противоположный, анти-пост. И поэтому у вас не получается диалог. И в этом контексте вы, будучи взрослым, да, занимаете позицию такую, что я оправдываюсь, с точки зрения фактов, как можно завидовать мужу, действительно, как. Но вы оправдываетесь. И с позиции взрослого, то, что вы оправдываетесь, является признанием вами вашего поражения. Как ни парадоксально это звучит. Поэтому оправдываться не нужно. И доказывать ему что-либо тоже не нужно. С другой стороны, вы даже пишите нам, как можно завидовать мужу. Значит, это говорит о неуверенности, опять же, в себе, у вас. Вопрос в том, в чем именно. Я, короче, в семье тоже вопрос. Как можно гордиться человеком, который так себя ведет? Который так с вами поступает? Который вас принижает и так далее? Как? Он мне всегда помогал в моем маленьком бизнесе. Возможно. Вопрос в том, для чего. Как видите, помогал он не для вас, а для себя. И вам эту реальность теперь следует признать. Сейчас даже не интересуется, да, потому что он помогал вам в бизнесе не для вас, а для себя. И когда ему это пристало быть нужным, он этого не делает. Я стараюсь его не обременять в финансовом плане. Почему? Такое ощущение, что вы пытаетесь сделать еще более незаметным. Такое ощущение, что вы пытаетесь стать еще более незаметным. Почему? Что это за принижение себя? Почему вы себя принижаете? Это опять же из-за непринятия себя. То есть, вполне вероятно, что так же вы вели себя со своими родителями, стараясь их не обременять и сохранить в себе какое-то отношение хорошее. Мы что-то боялись остаться одна. Вот это вот такое классическое поведение недолюбленности. Да, недолюбленного ребенка. Каким вы являетесь? Вот. Мне просто не хватает его внимания и любви. Если вам не хватает его внимания и любви, значит, вы сами себя недостаточно любите. Понимаете, Елена? Если вы сами себя недостаточно любите, то можно говорить о том, что вы не принимаете человека в помощь. Вы не принимаете то, что вам может дать ваш муж. Вы говорите, мне не хватает. Значит, проблема того, что вам не хватает внимания, это проблема ваша. И чтобы быть на достойном месте в отношениях с ним, необходимо быть независимым. Необходимо быть самостоятельным. Необходимо быть удовлетворенным на своем личном уровне в любви. То есть знать себе цену, уважнять себя, ценить себя, любить себя. И от мужчины принимать то, что он вам может дать. Либо не принимать то, что он вам может дать. Если вам это не нравится. Если вам это не подушит. Если вам это кажется неприемлемым. Понимаете? То есть быть свободным. Вы же не свободны, да? То есть вы принимаете и то, что он вам дает, и когда это хорошо. И вы же принимаете то, что он вам дает, когда это не хорошо. Значит, вы не свободны. Значит, вы удерживаемы чем-то. И либо это что-то, ваше желание, либо внешняя установка. То есть слово «надо», которое опять же является родительским. Надеюсь. Вот это нужно разобрать. Чтобы вы были свободны. Чтобы вы не конфликтовали сами с собой. Потому что сейчас именно это происходит. Конфликт между вашими эго-состояниями внутренними. В чем причина поведения вашего мужа, я сказал. Другое дело, для чего вам знать, в чем причина его поведения. Куда как важнее разобраться в себе. И увидеть дальнейшую стратегию именно своей модели поведения. Дальнейшее направление именно своей деятельности. И в первую очередь идти в гармонии в себе. А потом уже смотреть, кто эту гармонию будет рядом с вами готов принять. Предупреждаю, что если вы будете заниматься личной терапией, индивидуальной работой. То восприятие мира и окружающих может быть изменено настолько, что ваш муж будет вам больше не нужен. То есть вы поймете, что этот человек вообще вам не подходит. Если вы не боитесь, если вы готовы менять свою жизнь к лучшему, то я полагаю, что индивидуальная работа вам необходима как воздух. Если вы просто хотите понять причины поведения своего мужа и подстроиться под них, дабы продолжать быть с ним и гордиться его неприемлемым поведением. Ну и бояться что-либо менять. Это тоже ваш выбор. И тогда индивидуальная работа вам не нужна. С точки зрения своих возможностей вы можете проанализировать, что вы можете сделать, дабы адаптироваться. И я полагаю, адаптировавшись, вы сможете своего мужа меньше раздражаться и еще меньше, чем вы это делаете сейчас. То есть обременять его не только финансово, но и по хозяйству, не обременять его не только по хозяйству, но и в плане времяпровождения с вами и с детьми. Вот только тогда возникает вопрос, а зачем вам муж, ну помимо денег, и зачем тогда вы все это делаете, зачем вы ругаете, зачем вы ревнуете? Для чего тогда вы написали, что он изменился, что он вас упрекает? Зачем вы написали, что он обманул вас с машиной? Для чего? С какой целью вы это написали? Просто пожаловаться? Или для того, чтобы понять причины, по которым вы допустили такое поведение себе? Ведь ответственность лежит на вас за то, что муж так ведет себя с вами. Дело не в нем, он может вести себя как угодно. Вопрос в том, принимаете вы его поведение или нет. Я уже говорил о том, что мне немного странно, что ваш муж продал вашу машину. Я полагаю, что вот с этим нужно обязательно разобраться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok